Бисмиллахи рахмани рахим Далее с позволения Аллаху Субхану Ва Тааля мы начинаем собственно изучение самой книги, три основы читайте вот текст по-арабски Бисмиллахи рахмани рахим Калилмуэллиф рахмани рахим Бисмиллахи рахмани рахим И алам рахима каллах Эннаху яджибу алейна Тааллему арбаймасаил Аль улал альм Ва хуа маарифату Аллах Ва маарифату Набитих Ха маарифату Диньи Ислами бил адилла Астаньяту ламал бих Асталитату дарвату илейх Орабияту Сабр улал Азафи Ва далилил улалу Тааля Бисмиллахи рахмани рахим Ва ласр Инна ла инсан на фи хусар Илла лазейна аману Ва громилу الصалихат Ва твасову Билхак Ва твасову Билсабр قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ما يمال الله ملتبه ملتبه اعجب انتظار ملتبه أفلل فبقال الجزء من أنجت لذنبه أفلال وفرأى علمو Cafe علمو Цهر علمو فيها اعجبه وفرأى علموه افلالله علمو الى إسلام اعجبه يثبه علمو المهم يثبه وفرأى علموه ورغ أفلاله 4. Терпение перед трудностями, возникающими на этом пути. Доказательством этого является высказывание Всевышнего. С именем Аллаха Всемилостивого, являющего милость, клянусь предвечерним временем, поистине человек убытки, кроме тех, которые уверовали и творили справедливые праведные дела, и заповедовали между собой истину, и заповедовали между собой терпение. 4. Имам Аш-Шафия, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал, если бы Аллах не спослал другого доказательства, кроме этой суры, то ее бы было достаточно. 5. Имам Аль-Бухарид, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, в своем сборнике достоверных хадисов сказал, глава о том, что знания должны быть прежде речей и деяний, а доказательством этому является высказывание Всевышнего. 6. Знай же, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех. 7. Сура Мухаммад. Как видим, Аллах упомянул знания прежде речей и деяний. Итак, автор, рахималлаху та'аля, начинает свою книгу со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». «Во имя Аллаха, рахман всемилостивого», то есть тот, который объемлюсь своей милостью все, обладает атрибутом, сущностным атрибутом всеобъемлющей милости. «Ар-Рахим», который являет эту милость творением и доводит эту милость до творений. «Бисмилляхи рахмани рахим», «Во имя Аллаха». Аллах – это имя Всевышнего Создателя, которое означает «Тот единственный, кого можно поклоняться». «Ар-Рахман» – значит «обладающий, всеобъемлющий милостью». «Ар-Рахим» – тот, который доводит эту милость до творений. То есть, эта милость, Аллах субханаму та'аля, она проявляется тем, что Аллах субханаму та'аля милует творение и дает им милости. Почему автор начал вот с этих вот слов, с этой формулы «Бисмилляхи рахмани рахима»? Почему начал свою книгу, свой труд с этих слов? На это есть несколько причин. Мы упомянем с вами четыре причины. Аллаху та'аля а'аля. Аллаху ведомо лучше. Те четыре причины, в связи с которыми автор начал свою книгу с этих слов. Первая причина. Аллах субханаму та'аля начинает с этих благословенных слов свою великую книгу. Кур'ан. Вторая причина. Пророк, алейсалату ассалам, он когда писал письма, какие-то послания, начинал с этих слов. Таким образом мы следуем примеру пророка, алейсалату ассалам. Более того, мы следуем тем самым примеру вообще всех пророков и посланников Аллах субханаму та'аля. Они также начинали с этих слов, со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». Достаточно нам прочесть суран намали. Мы увидим, что когда Сулейман, алейсалам, написал письмо царице Саба, царице Сабской, она получила его, что она сказала, как сказано в Коране. Поистине послание сие от Сулеймана, и оно «Бисмилляхи рахмани рахим». Во имя Аллаха, всемилостивого, являющего милостью. Это вторая причина. Третья причина. Мы делаем это, или автор, вернее, сделал это, начал с этой формулы, следуя примеру ученых, которые были до него. То есть ученых-предшественников. Они также начинали свои труды со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». Четвертая причина. Автор начал с этих слов «Надеясь на благодать, на бараку, на благословение от Аллаха Субханава Тааля», потому что всякая вещь, над которой упоминаются эти слова – басмаля, бисмаляйрахманирахим, над которой упоминается имя Аллаха, обретает бараку, благодать, благословение. Формула бисмаляйрахманирахим называется – аль-басмаля. Хорошо, чтобы мы знали. Итак, четыре причины. далее говорит автор рахмала тааля и алям рахмак аллах знай да смилуется над тобой аллах как мы говорили с вами особенность этой книги является то что автор в ней молится за читателя за ученика вот это вот первое место в этой книге автор самого начала говорит знай о читатель о изучающий поискатель знания рахмак аллах да смилуется над тобой аллах пусть аллах даст тебе свою рахму это обыкновение автора вот так молиться за ученика зачитателя на что это указывает это указывает на горячее желание автора чтобы ученик или читатель обрел благо чтобы он обрел все возможные блага в этом мире вечном мире вот такое стремление чтобы человек ученик или читатель обрел счастье от автора в этой книге в книге сразу трусу ли внимание автор вот так вот молится за читателя за ученика в трех местах это первое место в этой книге в трех местах в книге поводил арба четыре правила которые мы начала талия будем изучать после этой книги там в двух местах далее говорит автор так знает да смеются на тобой аллах что каждый из нас обязан ли должен изучить четыре вопроса и так сейчас мы начинаем с вами изучение первой части этой книги четыре вопроса альмаса и ларба альмаса и ларба четыре вопроса что это за четыре вопроса мы говорили с вами это те вопросы которые вкратце изложены являются сутью какой суры суры аль-аса суры предвечернее время второе чехол ислам в нул-кайям рахмала талия он говорит что религиозное усердие джигад аль-джигад религиозное усердие она имеет четыре вида самый первый вид религиозного усердия джигада это джигад с нафсом джигад человека самим собой борьба его самим собой со своим нафсом и воде от снов сам усердие в отношении нафса осуществляется посредством вот этих вот четырех вещей четырех вопросов вот этих каких именно в чем состоит из джигад снов сам еще раз первые джигада джигад снов сам в чем он состоит четыре вещи первое это что бороться с нафсом но на поприще чего знание второе что в сурясов праведные деяния после этого призыв окружающих после этого терпение терпение на каком поприще в отношении чего на поприще получения знания на поприще деяния праведного на поприще призыва и так еще раз говорю в норкм сказал что религиозного усердия джигад имеет четыре вида самый первый виде ада это джигад человека с нафсом в чем и заключается вот в этих вот четырех вопросах которые в этом разделе первое что должен бороться с нафсом на поприще чего за что чтобы получать религиозное знание до борись усердствует получай религиозное знание непременно второе что праведные деяния теперь соответственно своим знанием третье что призывая окружающих после того как ты сам узнал и стал действовать четвертое что обязательно терпение в отношении знания деяния и призыва дальше мы говорили с вами что у автора есть некоторые особенности в том как он излагает очень хорошие достоинства очень важные достоинства его книг вот одно из достоинств что автор очень часто когда что-то разъяснять какой-то вопрос упоминает числительное говорит нужно знать четыре вопроса или каждый мусульманин мусульманка обязаны изучать три вопроса или три основы и так далее вот автор очень часто вот так вот упоминает числительное человеку прежде чем разъяснить что-то перечислить говорит число столько для чего это делается для того чтобы вот это религиозное знание которое сейчас он будет излагать и сообщать чтобы она входила в нашу память в наши сердца упорядочено по порядку и запомнилось надолго прочно осела в нашей памяти это очень важно то есть чтобы человек лучше запомнил ученик лучше запомнил перечисленные истины чтобы знание упорядочилось и укрепилась в памяти для этого на самом деле автор не придумал этот метод сам это на самом деле метод кого не этот посланник аллаха салла лава алейху ассалла м вспомните сколько хадисов есть подобного рода известный хадис и что не был сагану бекард остерегайтесь 7 губительных грехов про колеса то сан говорит спадед посерегайтесь 7 губительных грехов губительных грехов аль-мубекард их семь или и больше на самом деле больше конечно же больше но про колеса тусарам сказал в этом собрании когда сидели сподвижники сказал 7 чтобы они запомнили 7 в этот раз запомнили и вот так вот потом перечисляли их по порядку это облегчает чеку восприятие восприятие какой-то информации когда сказано число точек выходит и он помнит число 7 потом соответственно он уже вспоминает а что из 7 какие именно составляющие да что входит в это число 7 другие примеры хадисы про корейса тусарам 5 вещей которые относятся мин аль-фитра относятся к фильтре просто то есть к тому что является естественной обязанностью человека вы знаете этот хадис до касательно тоже подстригать усы отпускать бороду стричь ногти и так далее этот хадис еще какие-то примеры есть хорошо до притчи рассказы о каком-то количестве людей в частности вот третий от троих и так далее 7 до 7 категорий людей которые получат укрытие от зной от солнца в судный день когда нибудь иной тени кроме той тени который доставал на то качество мунафиков 3 другой версии мунафика 4 качества на чек помнит 34 он соответственно ему легче вспомните лучше запоминается и информация входит его сердце вот так вот упорядочена и прочно поэтому вот так вот особенностью из лучших особенностей книг автора является то что она так собирает вопросы какой-то список и упоминает их число чтобы это вошло в память как мы сказали упорядочена и вошло прочно и так говорит он каждый должен изучать четыре вопроса первое это знание или первый вопрос который должен изучать на поприще которого ты должен вести джигат с нафсом это знание религиозное что она себя включает автор говорит познание человеком рабом аллаху канава таля познание пророка саллаху алейку салла и потом познание религии ислам с доводами обязательно подчеркивает он с доводами то есть с доводами из куран и с доводами из суммы вот эти вот три вещи которые упомянул здесь автор это первое что первый вопрос это что им знание знание включать себя что автор что ты должен узнавать ты должен узнавать познание аллаху она тары познание пророка познания религии аллах с чем с доводами эти три вещи познание человеком своего господа познание человеком своего пророка познание этого своей религии и то есть что это есть сара сутку сон и то есть три основы и то есть и вопросы которые будут заданы человеку в могиле здесь автор упоминает эти вопросы как кратко в общем вот они три вещи которые должен изучить а уже разъяснение будет в каком разделе книги в четвертом разделе этой книги мы говорили сами особенность автора какая сначала сказать о чем-то кратко потом уже это разъяснять это на самом деле очень хорошая методика очень важная методика человек раб алла перед тем как начнет совершать какие-то деяния как-то поклоняться аллаху субханного тааля что-то делать из религии перед этим обязательно должен получить знание наша религия основана на знание без знания нет места в нашей религии если человек совершает какие-то религиозные деяния без знания такой чек похож на христиан тела кумала субхану это рассказал в куране а балю находящийся в заблуждении человек который имеет знания но не поступает в соответствии с тем что он знает не воплощает свои знания в деянии такой чек похож на колу такой человек похож на леву такой человек похож на иудеев у него есть хужесть иудеями аллах субхану то ли порицает их за это то что они имея знания не воплощают их деяния и говорит про них аль-маху был болей те которые находятся под меня мало те которые вот так вот знают но не делают так раб прежде чем что-то делать должен получить знание это первый вопрос второй вопрос ассанья туара модель 2 вопрос это деяния в соответствии со знанием то есть согласно этому знанию теперь деяния это обязательно так результатом плодом знания должно быть деяние из этого никак если знает но не делает это бесполезное знание более того это опасное знание это угрожающее ему знание первый человек которым возгорится адский огонь адский огонь судный день это знающий знающий алим который изучил знание получил знание но не поступал в соответствии со знанием поэтому это очень опасно пусть аллах упасет нас от этого говорят улама в алимун би-илми лам ямалян ученый который не поступает соответствии своим знанием муаззабу минкабли убадил подвергнется наказанию прежде чем те которые поклоняются идолам не значит что он такой же как те которые поклоняются идолам что такое же наказание но прежде чем подвергнутся наказанию поклоняющийся идолам вот настолько это страшно поэтому говорили некоторые улама что знание приходит к себе когда она начинает звать деяние знание начинает звать деяние чтобы оно пришло если деяние приходит если амаль приходит тогда знание остается остается с тобой но если деяние отказывается приходить и не приходит то знание покидает тебя и уходит знание не остается с человеком месячек не применяет его поэтому улама когда что-то узнавали обязательно старались притворить это непременно хотя бы раз в жизни имам ахмад рахмалат али когда узнал ходить за то что православным дал монету тому который сделал ему хиджаму человеку а джаму аймам ахмад взял и ту же дал то есть просил чтобы сделать и джаму и дал ему зачем для того чтобы вот узнал он ходить применить его хотя бы раз в жизни применить его так боялись они этой угрозы это был второй вопрос третий вопрос ассалису туда вату или третий вопрос это призыв к этому призыв к этому знанию этому деянию смотрите здесь авторах нова то ли направляет нас советует нам что призывать людей он направляет нас к призыву людей, к чему призывать их? призывать их к тому, к чему их призывал пророк, салаллаху алейкум салам потому что, если ты познал истину во-первых, ты ее узнал второе, ты притворил теперь то, что ты узнал в действии стал совершать деяния теперь твоя третья обязанность наступает наступает ее очередь ты обязательно теперь должен сообщить об этой истине которую ты узнал и согласно которой совершаешь деяния сообщить об этом людям, это твоя обязанность это не просто что-то желательное, это твоя обязанность ты должен указать людям на верный путь пример приведем чтобы было более понятно, если вы идете по дороге и видите человека, который стоите где-то возле дороги и видите, человек идет по дороге, перед ним яма он не видит яму он уже накрою яму, он сейчас упадет в эту яму вы обязаны предупредить его? предостеречь его, чтобы он не упал туда? конечно, это ваша обязанность Более того, вы несете ответственность за это по шариату, если вы не предупредите человека, если он упадет в яму таким образом. Должны, должны предупредить. Если так, если дело таким образом стоит в отношении вещей, связанных с этим миром, в этом мире человек упал в яму, то есть вещь какой, событие мирское. И мы за это отвечаем, что тогда говорить о вещах, которые относятся к религии, о вещах, которые относятся к Ахера, к вечной жизни. Ты видишь, как люди на краю адской пропасти, еще чуть-чуть этот человек упадет в огненную яму, али-я-зубеля, как ты не предупреждаешь его, как не предостерегаешь его? Почему отмахиваешься, марширкой говоришь, да какое мое дело? Нет, обязан, обязан окружающих предостерегать, как это делал пророк алей-салату ассалам. Скажи о Мухаммад, это говорит Аллах в Коране, обращаясь к Мухаммаду, скажи о Мухаммаду, это мой путь. Какой путь? Я призываю к Аллаху, аля-басыра, на основании знания, вспомните первое, на что было знание, на основании знания. Я и те, которые за мной следуют. И пресвят Аллах, и я не из многобожников. Я и те, которые за мной следуют. Если ты считаешь себя последователем Мухаммада, салаллаху алей-салам, обязательно должен призывать людей к тому, к чему он призывал. А первое, к чему он призывал, это было что? Это был тавхид. Это было единобожие. Так, а дауа, это наша обязанность. Это третий вопрос. Дауа, призыв, имеет пять условий. Хочешь призывать, соблюдай пять условий. Первое условие, это ихляс. То есть, делай это искренне ради Аллаха. Это искушение. Многие люди, когда Аллах дарует им красноречие, Аллах дарует им знания, они начинают обращаться к людям с какими-то проповедями, с какими-то увещеваниями. И люди смотрят на них восхищенно и ходят за ними. И называют их шейх, и называют их учитель. Это искушение для человека. Человеку начинает нравиться, что на него обращают внимание, что за ним ходят, что к нему особый почет. Человек сам не замечает, как его призыв, это уже не призыв к Аллаху, это уже призыв к самому себе. Он призывает людей сейчас не к Аллаху, не к тому, чтобы они шли к Аллаху, а призывает к уважению к себе на самом деле. К вниманию его особи. Поэтому очень важно, ихляс, искренне призываешь к Аллаху делать только ради Аллаха. Это твой призыв. Это первое самое главное условие, без которого твой призыв не будет принят Аллахом. Первое. Второе условие, второе условие призыва, ты должен знать, кого призываешь. Состояние человека, которого призываешь. Потому что люди не одинаковые. Они находятся на разном уровне и религиозности, и знания. Они разные имеют психологию. Они живут в разных местах, имеют разную ментальность и так далее. Ты должен знать, кого призываешь. Что для него сейчас первостепенно и так далее. Это второе условие. Третье условие. Третье условие это то, о чем мы сейчас говорили. Басыра. Религиозное знание. Без знания не призывай. То есть, если ты какой-то вопрос религиозный не знаешь хорошо, не понимаешь его как следует, тогда воздержись от призыва. Когда ты поймешь его, тогда и будешь призывать. Здесь некоторые люди ошибаются. И просишь его, например, научить кого-то читать по-арабски. Читать Куран. Он говорит, кто я такой, что я буду сейчас учить людей. Я еще сам не стал ученым. Я еще не алим. Я еще не... Лава Квар. Откуда такое убеждение, что ты будешь объяснять людям алих ба таса, когда ты уже станешь такой, как Шейх-Повзан? Если станешь. Это неправильно. Это заблуждение. Это неправильно. Проксул Сэм говорит, донесите от меня хотя бы один аят. То есть, если ты узнал что-то, тогда доноси. Не значит, что ты должен быть алимом. Хорошо? То есть, мечтай, дам знать всю религию и так далее. Этот вопрос ты узнал, как мы сказали, знание, деяние, обязан доносить до людей. Хорошо? Вот что значит на основе знания. Понятно это? Четвертое условие. Аль-Хикма, мудрость. В призыве должна быть мудрость. Иншаллах, так доказательства и доводы на то, что мы сейчас говорили, мы будем изучать потом, позже. Это четвертое условие, мудрость в призыве. Хорошо? И пятое условие, это то, о чем мы тоже с вами говорили сегодня, это сабр. Это сабр, это терпение. Необходимо для тех, кто призывает к Аллаху, субханава тааля. Это был третий вопрос. Какой? Отда'ва ту или, да? Призыв к этому. Четвертый вопрос. Ас-сабр аля-за-фи. Терпение перед трудностями, которые постигают тебя на этом пути. Представь, что по этому пути, который изложен в этих четырех вопросах, по этому пути шли пророки, шли посланники Аллаха, мир и благословение Аллаху, субханава тааля. Они шли по этому пути, их постигали гонения, их постигали лишения. Люди причиняли им обиды, доставляли им страдания. Это лучшие из людей, пророки и посланники. Они претерпевали много мучений, страданий, тягостей на этом пути. Поэтому не может быть. Такого не бывает. Исключено. Чтобы шел человек по этому пути, по пути знания, деяния, призыва, и при этом ничего его не постигло из-за испытаний. Если идешь по этому пути, приготовься. Обязательно будет то, что потребует от тебя терпения. Услышишь неприятные слова, обидные слова. Может быть, люди будут причинять тебе какие-то страдания. Какие-то будут сложности. Непременно будут. Но это на пути Аллаха, субханава тааля. Это благие страдания. Человек, когда получает страдания на пути Аллаха, ради Аллаха, субханава тааля, он счастлив. Потому что на самом деле все люди, они испытывают в этом мире какие-то тяготы, какие-то лишения, какие-то страдания. Верно? Ну, любой человек он испытывает. Но одно дело, когда ты испытываешь тяготы и страдания просто из-за каких-то мирских вопросов. Другое дело, когда на пути Аллаха, субханава тааля, это счастье. Это счастье. Рассказывает один человек, пришел к людям, постучал в дверь, они открыли. Открыл человек. И он говорит ему, я хочу рассказать вам о религии, подарить вам что-то из религиозного книгу. Этот человек разозлился и плюнул ему в лицо. Плюнул в лицо, этот человек, который пришел призывать, призывающий. Он вытер лицо и сказал, аль-хамду лилля, аль-хамду лилля, благодарю тебя, Аллах, что меня на твоем пути постигла вот эта обида. Это на твоем пути. Когда тот, хозяин дома, услышал такие слова, ему стало очень стыдно. Он позвал его, завел в дом, усадил, сказал, извини меня, я очень прошу тебя прощения, расскажи, что ты хотел мне сказать, пожалуйста, скажи. Когда тот человек рассказал, хозяин дома принял ислам, аль-хамду лилля. То есть, если на пути Аллаха постигает тебя что-то, не сокрушайся, аль-хамду лилля, благодаря Аллаху, аль-хамду лилля. Идешь по этому пути, обязательно постигнут тебя вот такие вот сложности. Терпение на поприще чего? Терпение, говорит автор, на поприще чего терпение? Не только на поприще дала. Знание требует терпения? Получить знание? Да, требует от человека терпения. Большого терпения. Аль-хамду лилля пусть Аллах даст собор, и вам сейчас даст собор, слушать, понимать и учить, запоминать знание. Второе. Деяние требует терпения? Требует терпения. Призыв требует терпения. Далее. Улама делят собор на три вида. Собор, терпение, три вида. Первый вид терпения. Терпение называется по-арабски аля фаатилля. То есть терпение в отношении покорности Аллах. То есть выполнение того, что приказал Аллах. Аллах приказал намаз. Перед намазом нужно совершить губу, омовение или гусль. Аллах приказал сиям, пост. Аллах, субхану талли, приказал закат. Аллах, субхану талли, приказал хач. Аллах, субхану талли, приказал гумру. И так далее. Вот выполнять приказы Аллаха, для этого нужно терпение, бороться с нафсом нужно. Да, вот это первый вид и самый высший вид терпения на самом деле, как говорят улама. Может быть не самый сложный, но самый великий. Второй вид терпения, ан-ма-си-я-тиллах. Некоторые говорят, аля-ма-си-я-тиллах. Это ошибка, не аля, а ан здесь. Ан-ма-си-я-тиллах. То есть терпение в отношении прегрешений, ослушания Аллаха, в чем оно заключается? Аллах запретил что-то не делать этого, удержаться и не сделать харам. Что сложнее, первый вид или второй? По-разному бывает. Для некоторых людей второй бывает сложнее первого. Может быть у него какая-то есть очень страшная привычка какая-то нехорошая, пристрастие какое-то, ему отказаться от этого. Человек, например, таким недуман страдает, как алкоголизм или курение, или еще что-то. Отказаться для него может быть это сложно. Требу действительно большого терпения для него. Лучше может быть что-то сделать из религиозного деяния. То есть первый вид терпения проявить, чем это. Для других, наоборот, что-то сделать сложно. Как бы то ни было, это второй вид терпения. Третий вид терпения, аля-акдар-иллах. Терпение в отношении того, что предопределил Аллах. То есть по жизни случаются с тобой в течение нахождения на этой земле, пребывания на земле разные беды, несчастья, решения. Ты теряешь близких, родных, или теряешь имущество, терпишь какой-то имущественный убыток, или испытываешь страх, тревогу и так далее. Разные виды испытаний и того, что предопределяет тебя Аллах, в отношении этого нужно проявлять собр, удерживая свое сердце от негодования и возмущения. Терпение, язык от слов, несогласия с Аллахом, возмущение, органы от действий, которые выражают несогласие, когда человек начинает бить себя по щекам, или рвать на себе волосы, одежду, кричать, кататься по земле и так далее, сыпать себе на голову землю. Разные виды бывают у людей, проявление этого нетерпения, когда что-то постигают из бед и горести. Так вот, нужно удерживать себя, это третий вид терпения, в отношении того, что предопределено Аллахом, болезни, лишения, бедность и так далее. Вот далилю кавлю гута'ала, смотрите, доказательством этого являются слова Всевышнего. Это то, о чем мы с вами говорили, из лучших особенностей этой книги автора, вообще книг автора, что он обязательно, когда о чем-то рассказал, после этого сочетает сказанность с чем? С далили, с доказательством из Курана и Сунны. Для чего далили? На самом деле очень важно. Вообще, качеством Аллах Сунны является приверженность далили, приверженность аяту, хадису, осару от сподвижника. И говорила же Саури, если можешь почесать голову, имея осар для этого, то есть доказательство, какой-то довод, сделай это. То есть на основании довода, если и даже такие вещи на основании довода можешь сделать, есть довод, сделай на основании довода, это лучше. Аллах Сунна Ваджима идет за далили, идет за текстами откровения, за Кураном и Сунной, туда, куда они идут. Они наоборот, как-то пытаются подстроить под себя доводы Курана и Сунны, как это делают, заболучие. Итак, далили. Почему автор все время приводит вот так вот далили? Во-первых, чтобы приучить учеников к следованию за доводом, к следованию за Кураном и Сунной. Это первая самая важная цель, приучить нас к этому. Аллах Сунна Ваджима отличается сразу от людей заблуждения. То видишь, он любит далили, он следует за Кураном и Сунной. Он услышал довод из Курана и Сунны, подчиняется ему, в отличие от Аль-Беда. Итак, первое, почему? Приучить к следованию. Вторая причина, почему автор вот так вот приводит доводы здесь, чтобы подготовить ученика к тому, что в один из дней, иншаллаху-та-аля, он достигнет высокой степени знания, он будет ученым. А ученый, он не должен, не имеет права даже просто знать что-то, не зная довода на это. Он готовит человека, ученика к степени ученого, что он станет ученым и потом будет, с позволения Аллах Субханава Тааля, из достоверных доводов уже сам извлекать хукмы, то есть знать законоположение ислама на основе доводов, сможет понимать. Хорошо? Это второе, чтобы приучить к этому. Третья причина, почему еще? Потому что, когда ты знаешь довод, если ты встретишься с оппонентом, с человеком, у которого есть какие-то заблуждения, с человеком, которому надо будет что-то объяснить, и этот человек, может быть, у него есть какие-то шуббогаты, то есть есть какие-то неправильные понимания вопросов, или тебе придется с оппонентом дискутировать, посредством чего ты будешь с ним разговаривать, на основе чего. Будешь говорить, сказал Мухаммад, или сказал Ибн Теймия, он не признает ни Ибн Теймия, ни Шейхат Тамимия, не признает нигде. И потом это не доказательство, это слова ученых, уважаемых, но это слова человека. Что является доводом? Что будет аргументом при разговоре, при убеждении человека? Аяты и хадисы. Поэтому довод он в книге Аллаху, не провокалий сарату в сарам, когда ты знаешь довод, ахамду рилля, ты можешь доносить до людей правильно и убедительно. И так он говорит, доказательством являются слова Всевышнего, и потом приводит, упоминает сура Аль-Аср. «Бисмилляхи рахмани рахим, во имя Аллаха, всемилостиво, являющего милости, валь аср, клянусь временем». Аллах, Субхану Наталья, клянется временем. Почему Аллах клянется временем именно? Потому что время, это то, внутри чего проходит наша с вами жизнь, наше с вами существование, в котором есть то, о чем здесь сказано. Испытание. Будешь ты совершать праведные деяния, и войдешь в рай, или ты будешь ослушиваться Аллах, Субхану Наталья, и войдешь в ад. Будешь ли ты из тех, которые в убытке, или из тех, которые спасутся. Вся наша жизнь, она проходит внутри времени. Поэтому Аллах, Субхану Наталья, все эти вещи проходят внутри времени. Поэтому Аллах клянется временем. Хорошо, а как же хадис, Пророк, алей-салатур, «Саламан халфа бидрилиллях, ва када ширакал кафар» «Кто клянется не Аллахом, тот совершает щирк или куфор». Есть запрет. Пророк, алей-салатур, запретил клясться кем-то или чем-то, кроме Аллаха. Кто клянется чем-то или кем-то, кроме Аллаха, совершает щирк или куфор. Аллах, Субхану Наталья, здесь говорит, «Валаср», клянусь временем. Мы отвечаем так. Мы говорим, Аллах, Субхану Наталья, может делать то, что хочет. Аллаха не спрашивают о том, что Он делает. Но Он спрашивает с рабов за то, что они делают. Аллах может клясться, чем хочет. И собой, и своими творениями. Мы же не имеем права клясться никем, кроме Всевышнего Аллаха. Так Аллах клянется временем. Почему мы сказали именно временем? «Инна линсана ля фихусав». «Инна». «Инна» – это частица чего? Утверждения. То есть, когда ты говоришь в речи арабской «Инна», ты тем самым усиливаешь свою речь, подтверждаешь истинность, правдивость того, о чем сейчас будет сказано. «Инна» – «аль инсана». «Аль инсана» – «аль». Здесь этот артикль дает значение чего нам? Все охватности, то есть все люди. Все люди, поистине все люди, каждый человек ля фихусав. Не просто сказано в убытке, а ля – еще есть частица. Опять для утверждения. То есть, непременно. Каждый человек непременно в убытке. В убытке. И потом Аллах, субхану анатолею, упоминает исключение. Кто те, которые избегут, смогут избежать вот этого вот страшного краха, этого страшного убытка? Кто? Те, которые уверовали. И заповедовали друг другу истину. И заповедовали друг другу терпение. Любого человека спрости на земле. Любого. Подойди к любому человеку, верующему, неверующему, мусульманин, немусульманин. Спроси его, что хочешь, убыток хочешь или прибыль? Хочешь быть в убытке или хочешь быть в прибыли? Каждый человек, несомненно, выберет прибыль. Никто не скажет, я хочу убыток. Аллах Субханна Талли тебе здесь говорит. Не хочешь убыток, вот это вот возможность выйти из этого общего круга, тех, которые в убытке. Человек обречен на убыток, кроме вот этих вот людей. Поэтому эта сура, великая сура, этой суры, говорят уляма, достаточно, достаточно, как довода против людей. То есть, если до тебя дошла эта сура, все, у тебя уже нет оправданий. Я не знал, я не слышал и так далее. Хорошо? Все, довод предъявлен. То есть, одной этой суры достаточно как худжа, как довод тебе, что ты уже предупрежден Аллахом Субханна Тааля. Ты предупрежден, что ты должен получать религиозное знание. Это нежелательно, это обязанность. Ты должен получать религиозное знание. Ты должен совершать праведные деяния. Ваамилю салихат. Ты должен заниматься призывом к Аллаху Субханну и заповедовать друг другу истину. То есть, призывали друг друга к той истине, которую сами познали и в соответствии с которой совершают деяния. И ты должен проявлять терпение и призывать людей к терпению. Так, получать знание, совершать деяния, призывать и терпеть. Без этого ты не выйдешь из круга тех, которые потерпят убыток. То есть, этой суры достаточно как довода. Ты предупрежден. Вот почему имама Шафия произнес вот эти слова, которые мы сегодня прочли. Он сказал, что если бы Аллах Субханну и Талли не спасал никакой другой суры, кроме этой суры было бы достаточно для людей как довода. Эти слова имама Шафия не означают, что эта сура заменяет собой весь Куран и уже в том, что не способна из Курана другое, в этом нет нужды. Нет. Все в Куране конечно же нужно. И слова не означают, что эта сура заменяет собой все остальные суры. Нет. Слова Шафии указывают лишь на то, что одной этой суры, короткой суры достаточно как довода. Не говоря уже об остальном Куране. Тем более, если уже пришел к людям Куран, пришел к ним довод. Пришел к ним довод. Так, чтобы у человека не осталось оправданий в отношении вот этих четырех вопросов, которые мы сегодня с вами изучили, этой суры одной уже достаточно. Не говоря уже обо всем Куране, потому что весь Куран это довод. Итак, каждый человек убытки, кроме тех, которые уверовали. Или ладина аману, то есть те, у которых был иман. Иман это что? Кто-то скажет, мы говорим четырех вопросов знания, а здесь же иман, а не знания. Правильно? Сураса, что сказано? Кроме тех, которые уверовали, не сказано, кроме тех, которые узнали. Ответ в чем? Надо знать, что такое иман. Что такое иман? Иман, с точки зрения Расуна, вера, это убеждение в сердце. Убеждение это что? Это твердое знание. Твердое знание, в котором ты не сомневаешься. Хорошо? Это убеждение в сердце. Это подтверждение вот этого убеждения языком. Ты говоришь, ла-илахи-ля-лла, мухаммаду-насулу-лла, ты подтверждаешь это языком. Далее, ты совершаешь теперь деяние своими органами в соответствии вот с этими убеждениями, что нужно поклоняться Аллаху. Поклоняешься Аллаху, совершаешь деяние органами. Третья составляющая имана это что? Деяние органов. И две составляющие, два постулата, аля сунава джима, а иман увеличивается, иман уменьшается. Иман может увеличиться, может уменьшиться. Пять вещей. Что такое иман? Иман это твердое убеждение в сердце, то есть знание, твердое, несомненное, в котором ты убежден. Это подтверждение словами, языком. Это деяние органов. Он увеличивается от покорности Аллаху, субхану ва тааля, когда человек совершает угодно Аллаху деяние, слушается Аллаха. И он уменьшается, когда человек ослушивается Аллаху, субхану ва тааля. Это иман. Так, иман, Начинается с чего? Его самая составляющая откуда? Где? В сердце. Это вот это правильное знание. Поэтому на самом деле между тем, что мы сказали 4 вопроса и это сура, нет противоречия. Иман это что? Одна из главных составляющих это знание правильное. Итак, имама Шаффи, да смеются над ним, Аллах делает дуа за имама. Автор говорит, Шаффи сказал, если бы Аллах не не спасал другого доказательства, кроме этой суры, то ее было бы достаточно как довода. Вот здесь еще одна особенность автора. Очень часто, когда будете изучать его книги, читать его книги, вы видите, что он часто ссылается на улема, приводит слова улема предшественников, приводит слова сахаба, сподвижников, слова табиинов, ученых Вячеслава Табиинов, последователей, имамов прямого пути. И в данном случае он привел слова имама Шаффи. Шаффи и Мухаммадну Идриза, Шаффи и Рахмаллаху Тааля, из великих имамов и ученых Аль-Асунава Аль-Джамма, ученых ислама, основоположник одного из наиболее распространенных и сохранившихся на сегодняшний момент мазабов. Да, 4 мазабов. Он имам одного из этих 4 мазабов. Для чего автор приводит так слова Шаффи и других ученых? Конечно, они не довод. Слова людей, даже если это ученые, в ислам это не считается чем? Далилем, то есть тем, на чем строится исламское законодательство. То есть чьи-то слова, помимо слов Аллаха и его посланника, ну и сахаба тоже, потому что они передавали то, что узнали от пророка Аль-Асунава Аль-Асунава, если слова сахаба не противоречат Курану и Сунии, все остальные слова других людей это что? Слова людей, кроме пророка Аль-Асунава Аль-Асунава и то, что говорили сахаба, когда не противоречит это словам пророка, это что? Это довод? Это долиль? Нет, это не долиль. Эти слова автор приводит для того, чтобы было более ясно, они разъясняют сказанное, они как бы подкрепляют то, что было сказано до этого, раскрывают лучший смысл, дают какое-то дополнительное распокоение нашим сердцам, что эти великие ученые, имамы, они вот так вот говорили так же. И потом автор говорит, имам Аль-Бухари, да смилуется над ним Всевышний Аллах, в своем, ас-сахихи, сказал глава, глава, которая называется, Знание прежде слов и дел. Если вы возьмете Сахир Бухари, это самая достоверная книга после Кур'ана, после книги Аллах, там есть такая глава. Автор книги, имам Аль-Бухари, назвал ее так, Знание прежде слов и дел. Имам Аль-Бухари, его книга, это не просто сборный хадисов, это на самом деле научный труд, где он в названии глав дает выводы, выводы по Ак-Иде, выводы по Фикху, это книга по Ак-Иде, это книга по Фикху, с доводами. Глава так называется, имам Аль-Бухари, Мухаммаду Исмаилу Аль-Бухари, его называют Амир Аль-Му'мини, повелитель правоверных, хадиси, автор, тот, кто собрал самую достоверную книгу после Кур'ана, сборных хадисов, он вот такие слова сказал, так, знание прежде слов и дел, и потом привел там же, после этого доказательства, в Сагире Бухари, аят, аят из суры Мухаммад, из Кур'ана, где сказано, знай, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения твоему греху. Почему автор так назвал свою главу, Бухари, автора Сахиха, я имею ввиду, почему назвал так свою главу, знание прежде слов и деяний, потому что деяние не может быть без знаний, мы с вами говорим, если человек совершает деяние без знаний, он похож на кого? Похож на христиан, если наоборот иметь знание, не действует, похож на иудея, поэтому нужно и то, и другое, хочешь молиться, хочешь поститься, хочешь совершать умру, что-то другое, поклонение какое-то, хочешь сделать, тебе запрещено это делать, без довода из Кур'ана, из Унны, без знания, что в религии действительно это так. Любое ибада, любое наше поклонение, религиозное деяние принимается при двух условиях, два условия. Первое какое условие? Должно быть искренне, ради Аллаха совершенно, совершено оно, только ради Аллаха, это первое условие. Если не ради Аллаха религиозное деяние сделано, оно не принимается Аллахом. Второе какое? В соответствии с тем знанием, которое не способно в Куране и Сунне. То есть мутаба, это называется, следование за пророком, алей салату ассалам. И Бухари потом, по обыкновению всех ученых, которые приводят доводы, он также приводит доводы из Курана, как мы сказали, из суры Мухаммад, сказано, Знай, знай, то есть знание прежде всего. Знай, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть знай, знай, что нет никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, кроме Создателя. Что Мухаммад раб его и посланник. Раб его и посланник. Что из этого вытекает, если он посланник Аллаха? Это значит, ты должен верить во все, что он сообщил. Раз. Второе. Делать то, что он приказал. Удерживаться от того, что он запретил. Четвертое. Поклоняться Аллаху так, как он научил. Все. Это четыре вещи. Итак, знай. А вот когда ты узнал, стал действовать в соответствии со своим знанием, сказано, И проси прощения твоим грехам. Проси прощения твоим грехам. Делай истегфар. Мы говорили с вами недавно. Истегфар это просить у Аллаха что? Магфира. Магфира это что? Это не просто прощение, то есть избавление от наказания. Это еще и прикрытие. Прикрытие человека от позора. Аллах прикрывает, чтобы никто не знал твой грех. Посмотрите. Знай, делай, потом проси прощения. Вот так вот. Верующий человек, когда делает что-то хорошее, я не говорю плохое. Плохое, само собой. Когда хорошее делает, когда делает религиозное деяние, после этого просит у Аллаха прощения. Почему? Потому что Аллах, Аллах разве достоин того, что ты сделал? Вот это твое деяние, сколько в нем упущений, какое оно слабое, сколько там недостатков. Разве Аллах этого достоин? И вот из-за этих твоих упущений, чтобы ты понимал, что то, что ты сделал, это ничтожно на самом деле, но Аллах по своей милости принимает, из-за этих упущений проси у Аллаха прощения. Праведные люди просят прощения не тогда, когда они грехи делают. Это само собой. Просят прощения после своих хороших деяний. Поэтому после намаза, что говорил пророк Алиссалату Ассалам? После Саламу Алейкум Ахмутуллах, Саламу Алейкум Ахмутуллах, Сколько здесь я натерпелся, и в пыли на земле лежу, и на расстоянии хожу большие, какой я молодец. Нет, не молодец. Просил Аллаху Субхану Аталию прощения наоборот. Дальше. Пророк Алей Саатул Сарам в течение скольких лет выполнял свою миссию послания к Аллаху на земле? 23 года. 23 года. Это сложный путь. Сколько вынес Пророк Алей Саатул Сарам, выполняя эту миссию? Когда она подходила к завершению, какую суру не спасал Аллах Субхану Аталию? Сура Наср. Сура Наср. Когда придет помощь от Аллаха и победа, и ты увидишь, как люди входят в религию Аллаха толпами. И проси у него прощения, поистине у него приемлющее покаяние. Такое великое деяние Пророк Алей Саатул Сарам закончил. Миссия, донесение этой книги, этой сунны до людей, исправление их. И что в конце? Аллах Субхану Алей Саатул Сарам просить прощения. Просить прощения. И поэтому, когда была неспособна эта сура, знающие, мудрые люди поняли, что это уведомление Пророка Саатул Сарам от Аллаха о скорой смерти. Раз приказано просить прощения, значит, деяние завершается. Значит, миссия завершается. Значит, это уведомление Пророка Алей Саатул Сарам о скором уходе из этого мира. Это был признак окончания его миссии. И Пророк Алей Саатул Сарам поэтому много просил Аллах Субхану прощения, и каялся, и стал говорить в конце жизни, в намазе, в руку, в судюде, слова, где он восславлял Аллаха и просил на него прощения. Это что касается вот этой первой части книги. Первая часть книги, первый раздел ее, который называется как? Четыре вопроса, которые заключены в суре Аль-Асар. И пусть Аллах Субхану и Таалли сделает нас из тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, и призывали друга к истине, и призывали друга к терпению. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok